здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале про цветок по многочисленным просьбам наших подписчиков сегодня речь пойдет о молоке молоко является одним из древнейших продуктов питания человека с тех пор как он одомашнил некоторых молочных животных таких как коровы козы и многие другие от которых получают молоко наибольшее распространение получили как раз коровы коровьем молоком питается практически весь мир однако с ростом населения и с ростом потребления с ростом благосостояния стали выявляться и темные стороны коровьего молока надо сказать что коровье молоко является одним из наиболее распространенных аллергенов которые вызывают такие нетипичные иммунные ответы слишком сильный бурный иммунный ответ у человеческого организма особенно в раннем возрасте вообще надо сказать что питание молоком и молочными продуктами с какой-то точки зрения является не физиологичным для взрослых людей однако же многолетняя история потребления молока и молочных продуктов все время нам говорит о том что потребление таких таких продуктов является безопасным но все-таки как я уже сказал с ростом потребления молочнокислых и просто цельномолочных разных молочных продуктов растет и количество фактов свидетельствующих о том что молоко может быть не таким полезным как считалось раньше не буду останавливаться в этом ролике о пользе молока в принципе она широко известна но поговорим о темных сторонах молока главным аллергенным источником молока является белок белок молока называется козеин козеин он не состоит из одного типа белка он состоит из различных белков в нем в том числе имеются альфа и бета формы козеина у бета формы козеина имеются две составляющие главные составляющие которые называются а1 и а2 соотношение составляющих а1 и а2 является генетически определенным для тех или иных пород коров разные коровы соответственно производят молоко разного качества с разным соотношением разных типов козеинов в этой связи существует многочисленность мнений людей вот я магазинное молоко покупая она ужасная а вот я покупаю в деревне у меня все хорошо это может быть в том числе связаны с тем что разные коровы дают разные типы молока кроме того разные люди по-разному реагируют на это молоко ведь мы генетически все абсолютно разные точно так же как мы лицом не похожи друг на друга точно так же и биохимически мы имеем каждый свои особенности поэтому один может говорить о том что молоко для него просто ужасно а другой говорит что меня с детства молоком поят и мне уже там 70-80 лет я ежедневно потребляю молочные продукты и у меня все в полном порядке это тоже верно однако же возрастающее число людей с нежелательными реакциями на молоко вот заставляют ученых задумываться о том что же происходит и с чем это связано о том как лактоза молока то есть молочный сахар влияет на здоровье человека мы говорим в ролике о вздутии живота о газообразовании и вот о подобного рода эффектах что же касается белков то вред от нежелательных белков которые находятся в молоке гораздо более серьезный чем непереносимость молочного сахара дело в том что вот этот вот а1 бета-казеин который находится в молоке он плохо переваривается человеком он поступает в толстый кишечник и начинают там буквально гнить под действием мало той микрофлоры которая находится в кишечнике многие микроорганизмы способны к такому процессу из тех которые населяют наш желудочно-кишечный тракт при этом образуется целый ряд токсических продуктов в том числе аммиак и другие продукты которые вызывают воспаление в кишечнике и пускай это воспаление носит может быть такой не не острый характер когда вы там от боли мучаетесь явно ее чувствуете однако хроническое воспаление в кишечнике приводит также сниже к снижению его барьерных функций к устремлению промежуточных продуктов у такого микробиологического переваривания молока в кишечник в кровь через кишечник всасывание других нежелательных токсических продуктов в организм что вызывает такие системные нежелательные воспалительные реакции а надо помнить что как раз фактор воспаления такого не воспаление связанного там с порезом пальца или воспаление миндалин в связи с внедрением инфекции а общего воспаления в организме является одним из серьезных факторов возникновения онкологических заболеваний и заболеваний сосудов то что мы называем атеросклероз вот там значение воспаления очень очень высоко что же нам делать каким образом нам вести себя с молоком и с молочными продуктами ну во первых надо сказать что некоторая переработка молока существенно снижает вот это негативное аллергическое влияние казино например кипячение молока в течение 10 минут уже повышает переваримость вот этих компонентов бета-казино и хорошо повышает и значительно снижает аллергенность молока вот двух- или пятиминутное кипячение никакого эффекта не имеет а вот десятиминутное кипячение уже имеет положительные эффекты поэтому если вы приверженец молочного супа в этом случае вас скорее всего никаких отрицательных эффектов связанных с казино и молока уже не будет если вы готовите из творога сырники они потребляете его в чистом виде или если вы готовите какие-то творожные запеканки то есть тогда когда белки молока нагреваются длительное время в этом случае вы можете существенно снизить отрицательное влияние вот этого не переваренного бета-казино кроме того многочисленные молочнокислые бактерии которые содержатся в молочнокислых продуктах способны к пептонизации молока то есть к разрезанию белков молока на более короткие участки и таким образом облегчающие усвоение молока поэтому употребляйте молочнокислые продукты о них у нас было несколько роликов готовьте себе такие вот домашние йогурты и можете не опасаться за свое здоровье следующий важный фактор это снижение количества гнилостной микрофлоры в самом кишечнике если вы будете потреблять меньше мяса будете потреблять больше овощей и молочнокислых продуктов а также продуктов способствующих развитию молочнокислой флоры в кишечнике взамен гнилостной то и эффекты связанные с гниением белков молока в кишечнике будут значительно и заметно меньше поэтому вот все эти направления здорового образа жизни а именно меньшее потребление мяса большее потребление кисломолочных продуктов а также потребление молочных продуктов прошедших хорошую термическую обработку в полной мере могут снять для вас те негативные явления и эффекты связаны с употреблением молока прислушайтесь к своему организму если вы переносите молоко хорошо и нет никаких проблем то ничего предпринимать не нужно если же вы считаете что молоко может быть для вас нежелательным просто перестройте порядок потребления молочных продуктов употребляйте термизированное молоко молочные продукты и модифицируйте немножечко смещайте микрофлору своего кишечника в сторону молочнокислых бактерий бифидобактерий потребляйте больше правильных пробиотических продуктов каких смотрите на нашем канале в наших роликах чтобы не пропускать наши выпуски чтобы мыслить о жизни здраво чтобы не поддаваться на провокации различных таких популистских блогеров или даже телевизионных передач то пожалуйста подписывайтесь нажимайте на колокольчик получайте уведомления наших выпусках а мы всегда рады будем говорить с вами на всевозможные темы чтобы мыслить здраво о нашей жизни всего хорошего до встречи